Замечательный праздник, 20-летний юбилей отметила Фокинская гимназия. Торжества прошли 14 февраля в Центре культуры и искусства «Спутник». В любви к своей «Альма-Матер» признавались выпускники прошлых лет, гимназисты и учителя. Юбиляры принимали поздравления официальных лиц, представителей общественных организаций, коллег. Подробности у Марии Поповой. Звучите, звучите фанфары торжества! Открыть наш юбилейный бал действительно пора! Протрубили торжественные фанфары и волна праздничного настроения заполнила зрительный зал. Праздник в честь 20-летнего юбилея гимназии 259 начался, его открыл старинный и величественный полонез в исполнении гимназистов, а затем на сцене «Спутника» зазвучали слова поздравления. Первым с приветственным словом выступил глава администрации Павел Посвеженный. Сегодня я констатирую факт, что наша гимназия, несмотря на материально-технические сложности, трудности, является одной из самых популярных и востребованных учебных заведений города. Поздравляю коллектив работников, гимназистов, их родителей с этим прекрасным славным юбилеем. Желаю всем успешных, успешных будней, успехов в работе, в учебе, так держать. Официальной датой открытия в городе нового образовательного учреждения стал февраль 1994 года. Первоначально это была начальная школа с эстетическим уклоном, и лишь спустя пять лет будущая гимназия обрела свой нынешний статус. Проектная наполняемость учебного заведения составляла 325 учеников, однако ежегодное число поступающих на обучение в гимназию ребят в полтора раза превышает эту норму. Сегодня уже можно уверенно сказать, что за прошедшее 20-летие гимназия полностью состоялась как учебное заведение, и по праву считается одним из лучших учебных заведений не только на территории Фокина, но и на территории всего Приморского края. Это неоднократно подтверждали и результаты сдачи единого государственного экзамена, и те достижения, которые завоевывали ученики школы на проводимых олимпиадах, и те достижения, которые показывали учителя гимназии в ходе конкурсов педагогического мастерства. В настоящее время трудовой коллектив гимназии насчитывает 52 человека. Более 80% педагогического состава – это специалисты первой и высшей категории, в том числе 10 преподавателей, удостоены званий «Почетный работник образования» и «Отличник народного просвещения». В честь юбилея самые достойные из них были отмечены грамотами, денежными призами, подарками. Именно педагог включает в себя самые лучшие человеческие качества – это ум, талант и любовь к людям. Ведь именно вы помогаете сохранить очаг любви, и все ваши дети, выходя из стен вашей гимназии, помнят о вас. А это самая большая награда для учителя. И разрешите мне от лица депутата законодательного собрания Приморского края объявить благодарность Левикиной Наталье Петровне. Выступающая Оксана Кушикова, начальник управления образования, отметила, что в Хокинской гимназии умеют брать вершины, ставить высокие цели, мобилизовать ресурсы и добиваться ярких успехов. Во многом это заслуга директора гимназии Галины Николаевны Иляхиной, возглавляющей учебное заведение вот уже 20 лет. Замечательные педагоги, не устаем восхищаться, трудолюбивые, которые занимаются самообразованием, замечательные дети. Всегда приятно увидеть гимназиста, да? Вежливый, интеллигентный, прекрасно одет, как сегодня они нас встречали. Сердце радуется. И все это благодаря замечательному человеку, энергичному, прекрасному. Ну, в который раз хочу пригласить на сцену Иляхину Галину Николаевну. Слова поздравлений в этот день звучали и от шевов 259-й гимназии, которые пожаловали на праздник не с пустыми руками. Гимназия является подшефной нашей школой, и мы совместно с командиром организуем патриотическое воспитание. В частности, недавно ребята с этой школы были у нас в части, и мы с ними проводили патриотическое воспитание в плане показывали жизнь и быт военнослужащих по призыву и готовили школьников, так сказать, к следующей своей жизни, которые будут проводить в вооруженных силах Российской Федерации. Хотим поздравить коллектив школы, в частности, Галину Николаевну, директора школы, всех, кто принимает участие в воспитании ребят с 20-летием годовщины со дня образования школы, пожелать им здоровья крепкого, семейного счастья, хороших, положительных оценок вообще в жизни. В продолжении официальной части виновников торжества ждали сюрпризы от коллег по педагогическому цеху. В сценке из популярного фильма «Белое солнце пустыни» был легко узнаваем только директор ДЮС США Эдуард Мадан. Разгадать тайну свободных женщин Востока оказалось гораздо сложнее, и их выдавал только голос. Мы с Востока к вам явились, ворчу, бархат нарядились. Клянемся, мы красавицы и очень вам понравимся. Главное достоинство любой школы – это ее выпускники. Гимназия по праву гордится своими выпускниками. Среди них много достойных людей, которые нашли себя в жизни, стали прекрасными специалистами, за что благодарны своей «Альма-Матер», своим учителям. Хотел бы очень от души поздравить гимназию, потому что я в ней все свои учебные годы провел, и они были самыми замечательными, я считаю. Вот уже как пять лет выпустился, и я рад, что я учился в этой школе. Она лучшая! Гимназия, респект! Самое главное в школе – ее душа. Тот дух, который создается коллективом учителей, учеников и их родителей, и который не имеет возраста. Важно, чтобы стены гимназии каждый год наполняли новые звонки голоса детей. Царила атмосфера единой дружной семьи и верилась, что все главное еще впереди.